Всем привет, с вами Ник Найт, и месяц назад я обещал, что отвечу на ваши вопросы, которыми вы так активно долбите мою личку вконтакте и комментарии на ютубе. Но для начала, хочу сказать спасибо команде Дотово за озвучку и пиар моих роликов, а также отдельное спасибо Бланте, надеюсь я правильно произнес его ник, за помощь в создании машинимы, ну или SFM, как нравится так и называйте. Он и сам делает эпичнейшие ролики, я советую вам зайти на его канал и познакомиться с его творчеством, прям отличный парень, только почему-то подписчиков мало. А, ну и пока не забыл, спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения, а также тем, кто сейчас строчит поздравления, это очень стимулирует в создании роликов. И спасибо Данилу Губернаторову за вот эту шикарную анимацию парня, который чем-то немножко похож на меня, а может и не похож, не знаю, на самом деле я бородатая и одноногая азиатка, только тсс. Ладно, никогда мои шутки не станут смешными, давайте перейдем к вопросам. И первый, на мое удивление, самый популярный вопрос Как ты это делаешь? Что это за программа? Каждый раз, когда я вижу этот вопрос, у меня начинает полыхать пердак, так как я на него отвечал порядком пяти раз и более Но для особо тупых я повторю, это программа Source Filmmaker Ее можно бесплатно скачать в Стиме Гайды на нее вы найдете в Гугле, на Ютубе Их полно Надеюсь, больше этот вопрос никто не задаст Идем далее Когда же будет интервью на Инвокера, Рубика, Пуджа, Алхимика? Ребята, все будет готово, когда будет готово У меня нет отдельного плана, какие герои будут идти друг за другом Но вообще я стараюсь придерживаться порядка Сначала идут Интовики, потом идут Агилити герои и Силовики А также стараюсь чередовать Кэрри и Саппорту То есть, вот, недавно было интервью с Огрмагом, он является Интовиком Саппортом Значит, следующее интервью будет с каким-то Агилити или Стрэндж героем Кэрри Ну, примерно так Но если у меня вдруг появится какая-то сногсшибательная идея нового интервью с Брюмастером То я его вхерачу вообще без определенного порядка Только лишь потому, что идея охеренно Ладно, перейдем к третьему вопросу Почему так долго выходит видео и сколько времени это занимает? На самом деле на этот вопрос тяжело ответить Потому что что понимается под созданием видео? Формирование идей в голове или создание видео руками, вот именно уже, анимирование? Вот, на создание двухминутного, трехминутного интервью, допустим В голове оно у меня складывается недели две Ну, неделю То есть, до определенного пика Когда я распишу весь текст Но, когда ты расписываешь весь текст и приступаешь к созданию видео Натыкаешься на такую проблему, что Тут ракурс тебе не нравится Там он не такой, как был у тебя в голове И из-за этого, скажем, работа растягивается еще на неделю Пока ты в голове уже обдумаешь, как должно все выглядеть Ну, а также приходит во время озвучивания Ты понимаешь, что какие-то фразы, они не очень подходят Какие-то более подходят На это тоже уделяется время А вообще, когда есть уже вся идея, она идеально сглажена Ты уже все это в голове абсолютно четко видишь То двухминутное, трехминутное видео Вообще можно сделать За, ну, часов, наверное, 12-20 Ну, а часов 12-20 это примерно, ну, 4-5 Значит, где-то 4-5 дней Ну, вот я говорю, что из-за того, что, бывает, идеи плавают Временные рамки, они расходятся А также влияет на то, что Ну, 3 минуты, вот Я бы сделал Я могу сделать 5-минутное видео За, блядь, за один день Но там будет только вот 5 минут диалога 5 минут герои открывают рот И ничего не происходит А когда уже ты добавляешь активные действия какие-то Ну, там Даже, допустим, сделать анимацию того же прыжка Занимает достаточно большое количество времени И поэтому видео создается дольше Вот, так что Зависит еще и от того, что Какое будет видео Пассивное или активное Но я стараюсь это как-то совмещать Собственно, поэтому я и выбрал жанр Наверное, такой более комедийности Хотя все мы знаем, что мои шутки не смешны И никому не нравятся Но тут, однако Можно использовать дофига диалогов И не обязательно Показывать, как герои ходят Двигаются, взаимодействуют Потому что это Тяжело, долго И никому не охота это делать Вот И следующий вопрос Это буду ли я продолжать делать серии видео How I Sim Или я начну делать что-то новое Вообще с этими видео много проблем Из-за авторского права Также некоторые люди писали о том Чтобы я начал делать гайды По Source Filmmaker Но дело в том, что Я как бы сам не до конца в нем Разбираюсь Даже не до конца Непрофессионально Не так хорошо Как, допустим, тот же Бланти И поэтому думаю, что делать гайды Весьма глупо Продолжать How I Sim Но Да вроде они никому не интересны У них просмотров-то не очень Записывать летсплеи Я думаю Херовая идея Если кто помнит То как-то я выкладывал видео По Heroes of the Storm С геймплеем Ну так В Blizzard мне сразу впаяли Страйк И удалили видео Поэтому Что-то я не хочу Больше таким заниматься Но я понимаю Что видео на канале Выходят весьма редко Поэтому я думал Что буду записывать Наверное Как я создаю эти ролики Вот знаете как Типа В скорости там Увеличенные в 4 раза Люди покажут Как они рисуют Портреты Рисунки Так же я хочу сделать Только как я Делаю сами ролики Посмотрим Как это пойдет Я вообще думал Как-то понемногу Отходить от контента Доты Но тогда думаю Меня Отпиздят ногами В живот Но как-то потихоньку Я стараюсь Буду добавлять Каких-то Немного левых персонажей В анимацию Я думаю Вы заметите Ну а пока что Контент В основном Ориентирован на Доте Одна из проблем Почему я так долго Делаю видео Заключается в том Что Ну я не вижу Какой-то помощи От зрителей Допустим Я делаю новое видео Вы его посмотрели Лайкнули Кто-то не лайкнул 7% нажали На кнопочку Поделиться И все О нем забыли Так как мало подписчиков Видео особо В рейтинге не поднимается И С ютуба тоже не может Содрать нормальный просмотр Но почему бы мне Не помочь Сэкономить время Взять Дорепостнуть Это видео В какой-нибудь паблик В паблик Доте В котором вы Постоянно сидите Это бы весьма Помогло мне В развитии проекта И в экономии Моего времени Ну что ж Я думаю На этом можно Закончить Я понимаю Что вы задали В разы больше вопросов Однако я не хочу Затягивать это видео На час На два Наверное За эти 10 минут Я успел ответить На все Самые актуальные Самые популярные Вопросы На остальные Вопросы Я отвечу Когда-нибудь Через год Через два В следующем подкасте Если вы захотите Я напишу его быстрее А пока Давайте прощаться Не забывайте писать В комментариях Ваши вопросы К интервью с героями Дота 2 Не забывайте Чистить зубы Перед сном Всем до встречи И удачи Продолжение следует